Добрый вечер, уважаемые земляки! Извините, что сегодня позже, но занимались проблематикой обстрелов Зеленодольской территориальной громады. Ситуация в городе и Кривородском районе в целом стабильная, полностью контролируется ВСУ и военной администрацией. Кривой Рог усиленно патрулируется сводными нарядами полиции и нацгвардии. Город продолжает усиливать оборону и накапливать материальные резервы. На территории Кривородского района и Днепропетровской области, благодаря мужеству и отваге наших вооруженных сил, врага нет. Дальний периметр обороны на южном направлении проходит внутри Херсонской области. Там ведутся бои. И постоянно продолжаются обстрелы освобожденных сел Херсонской области, а также города и села Днепропетровской области, нашего Кривородского района. Город Зеленодольск Кривородского района примерно в 21.30 был обстрелян и систем залпового огня. Чуть позже село Большое Костромка. Есть проблемы с энергообеспечением, работают вооруженные силы, работают спасатели, все последствия уточняются. Да, линия фронта отодвинута от города, но военная обстановка остается сложной. Возможно, любые подлые провокации орков, поэтому принято решение, согласованное с руководителем военной администрации Днепропетровской области Валентином Михайловичем Резниченко, что в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля комендантский час будет действовать как всегда, с 22 часов вечера до 5 утра. То есть он не отменяется. Ночью в храмах богослужения проводиться не будет, службы начнутся в 5.30 утра. Владыки всех конфессий благословили такое решение, оно соответствует всем церковным канонам. Прошу отнестись с пониманием, сейчас главное это безопасность людей. После нашей победы будем праздновать так, как всегда привыкли. Для вашего удобства принято решение, что в воскресенье коммунальный транспорт будет работать с 5 часов утра, то есть сразу, как закончится комендантский час. И у вас будет время доехать к открытию церквей, к началу богослужений, посвятить Пасхи и сделать то, что мы всегда делаем. Следующий вопрос. Вы помните, что мы на самой первой сессии Горсовета после начала войны разорвали отношения с городом Жодино из Беларуси. Он был городом-побратимом. Там делались белазы, которые использовались у нас на предприятиях, были традиционные связи. Но после того, как из Беларуси на нашу страну полетели ракеты и самолеты, мы прервали отношения. Следующим шагом станет смена в нашем городе топографических названий, связанных со страной-агрессором. Мы подготовили решение, которое будет вынесено на следующую сессию. Не только я считаю, я уверен, что теперь в Кривом Роге не должно быть названий улиц Московская, Волгоградская, Бурятская, тем более и других. Петиция с такой инициативой также набрала необходимое количество голосов. Будет создана рабочая группа, в которую войдут и депутаты, и ученые, те, кто занимается стариной у нас в городе. Они быстро проведут инвентаризацию названий, подготовят предложения по переименованию. Я обещал лично, что мы увековечим память наших героев-вертолетчиков, которые остановили колонну врага из более чем 300 единиц техники на поступах к нашему городу под Баштанкой, а потом под Новым Богом на третий день войны. И фактически остановили наступление на город. Также мы переименуем наши улицы и площади, другие объекты в честь наших героев и воинских частей, которые защищают Кривой Рог. Дорогие криворожане, сегодня прошло заседание исполкома, на котором поддержаны все решения по городской программе социальной защиты криворожан. Это более 50 видов материальной помощи, льгот и компенсаций. Помощь, как и в мирное время, получат наши ветераны АТО, Второй мировой войны, афганцы, чернобыльцы, семьи, воспитывающие деток с инвалидностью, многодетные семьи и многие другие. Даже в военное время мы не сократили ни одной выплаты. Это то, что сейчас необходимо, чтобы поддержать людей. Верим в наши вооруженные силы, верим нашему президенту и верим в нашу победу. Скучной вам ночи, дорогие земляки! Слава Кривбасу и слава Украине!